Всем привет! Привет, ребят! С вами Счастливые Люди. Продолжаем серию роликов, приданные для малыша. Сегодня отвечу сразу и на вопросы, которые задавались, и расскажу то, что перед нами с вами здесь есть, ну, чтобы как бы немного разъяснить ситуацию, потому что в других роликах я что-то говорила, кто-то слышит, кто-то не слышит, кто-то недопонял, кто-то понял. Ну, как бы, в принципе, думаю, что нужно пояснить, что вообще происходит. Первый вопрос на то, что почему я делаю такие маленькие ролики в плане того, что приданного для малыша, они разом все. Просто мы какую-то часть что-то купили, что-то приобрели, что-то дали нам, что-то еще как-то мы что-то подарили, и получается так, что, ну, понемножку всего. Вот сейчас мы приобрели, купили на Авито горшок, правда розовый, и вот такую переноску. Теперь поясню, для чего и как вообще. Ну, горшок понятно, рановато, конечно, но просто была возможность купить недорогой горшок, ну, как бы все равно пригодится, потому что сегодня он сейчас не питьет, потому что он еще маленький. Скажете, зачем потратили деньги? Я думаю, что мы не сделали неплохое вложение, что в то время, когда нам нужно будет горшок, не нестись в магазин, сломя голову и покупать, а когда можно было бы ужно подешевле, я не думаю, что все так плохо. Помоем, отмоем, все, как говорится, продезинфицируем, и наш малыш вполне будет справляться и с этим горшочком. Дальше поехали. По поводу переноски. Многие сейчас зададут вопрос о том, что, по поводу, зачем вам переноска. Переноска у нас будет играть большую роль. Объясню, какую и почему. Сейчас все спрашивают, что не будут, будет ли у меня коляски. Коляска у меня будет, ребят. Вот я рожу, получу ежи... Как это? Один раз-то выдают. Не каждый месяц, когда будут мне за полтора года платить, а раз в месяц из головы вылетел, как это слово называется. Ну ладно, вы поняли, да? Сумму за то, что я родила ребенка. И в эту сумму мы хотим уложиться купить кроватку и коляску. Я понимаю, что есть на Авито дешевые варианты. Но сейчас, как бы даже если, которую нам подсказали, которую мы посмотрели, какая-то совсем сломанная, какая-то там, ну, не подходит нам, потому что она слишком низкая. Я хочу повыше, потому что рост у меня все-таки повыше, чтобы у меня спина не уставала. Чтобы, ну, вот как-то вот немного хотя бы... Ну, чтобы было удобненько. Но для того, чтобы хоть как-то остаться не совсем без ничего, мы купили вот такую вот недорогую тоже переноску. Почему недорогую, объясню, потому что в ней, в принципе, много чего не хватает, но для функциональности оно все вполне выполняет. У нее не хватает вот этот козырек даже небольшой быть. Ну, в принципе, он мне сильно не нужен. Объясню потом, для чего, может быть, вы поймете. И вот этот чехольчик, который сверху. Вообще не отсюда, ну, как бы от этой же коляски, но не отсюда. Здесь должен застегиваться вот на такую молнию. Такой чехольчик просто прямой. А вот эта часть, это от обычной коляски. От этой же коляски, но только на ножки одевается. Но я его приспособила, поэтому я купила его даже у своей, как бы, соседки с одного общежития. Поэтому, в принципе, так получилось. И если, в принципе, вполне его вот так пристроить, как бы, довольно-таки неплохой получается у нас комплект. Значит, так же ручечки вытаскиваются просто. Сейчас покажу. Там застегивается. Так же ручки. Вот, ой, где? Одной рукой неудобно. Застегивает. Ну, вы поняли, да? Сейчас вот пристегну, чтобы вы поняли. А то, скажете, не получается ничего. Сейчас. И получается, что я могу пойти спокойно в больницу так же с переноской малыша. Видите, да? И здесь все прикрыто. Где личика, в принципе, у нас есть уголок пока, который прикрывается, когда совсем маленький. А потом уже, когда чуть постарше, я думаю, что мы уже приобретем коляску. И приобретем все, что нам нужно для того, что коляски для удобства там. Я не знаю, как это там, что еще будет нужно. Но будем смотреть, по сути дела, по обстоятельствам. Ну, пока вот такой переносочкой будем пользоваться. Не факт, что бы в той коляске переноска. Но мы еще здесь усовершенствовали ее. Мы ее, конечно, все постирали уже. И сзади еще такой секрет у нас. Сейчас покажу. Мы в эту переноску вложили еще один потолще поролончик. Сейчас покажу. Вот так этот. Сейчас на дно фанерка. Вот, видите, какой толстый поролон мы положили. Двойной. Двойной толстый. Ой, настрой. Двойной толстый поролон. И поэтому нашему малышу будет вполне-вполне не жестко спать в нем. Вот почему я приспособлю. Видите? Ох, видите, какой толщины. Поэтому, в принципе, ну, все так же буду стелить, как положено. Клееночкой, пеленочки. Подушки, я думаю, что не надо, потому что я многие читала, что пока не маленькие. Кто-то рекомендует вообще ничего не ложить. Ну, пока будем еще уточняться с этой информацией. Педиатра спрошу своих ворчей, как это все делается. Потому что все-таки первый раз, чтобы не ошибиться не хочется. Вот. Потом, значит, и эту именно переноску я хочу пристроить вот сюда рядом с собой пока. Вот так, видите, да? Получается, вот на этой половине будут спать я, а здесь малыш. Ну, а папа пока на второй этаж. На нашу кроватку. Здесь у нас второй этаж еще кроватка. Ну, пока так придется. Пока не купим кроватку. И вот, в принципе, вот эта роль этой переноски очень сейчас значительна для нас и большая. Она будет выполнять как первоначально, как коляска наша переноска и как кроватка. Понимаю, что это будет не совсем, может быть, эстетично, этично и все такое. Я понимаю, что закидаете камнями. Но, ребят, другого пока варианта нет. Как только мы что-то придумаем, мы обязательно, обязательно, обязательно сделаем для малыша все, что возможно. Не закидывайте камнями, не ругайтесь. Не стоит портить свои нервы. Это для тех блогеров, которые прямо сильно разоряются, что мы плачем. Мы не плачем, ребят. Мы просто делимся тем, что происходит. Чтобы, может быть, у кого-то точно такая же ситуация, и человек не собрался, как, допустим, собралась я, и выкручиваюсь из любой ситуации, любым способом. Я, конечно, не хвалюсь, но просто оно так получается, что сейчас можно выкрутиться именно в такой ситуации. Именно вот так вот. Может быть, кому-то это поможет. И я надеюсь, что кому-то это поможет. Ну, а там будет видно. Ну, все, вроде все рассказала, на все вопросы ответила. По поводу коляски и кроватки, я вроде как бы ответила, что обязательно купим. Но именно тогда, когда получим за ребеночка денежку. Потому что на них пока только рассчитываем, потому что кинули нас. В плане нашей работодателя. Видео, кстати, есть об этом. Не ошибайтесь, как ошиблись мы. Поэтому, ну что же, будем расхлебывать кашу сами. Ну, все, всем пока-пока. С вами были счастливые люди, довольные, с покупкой недорогой. Соседке, кстати, привет, если смотрят. И трон для малыша у нас тоже, в принципе, сейчас готов. Покажу потом, как все это будет работать и действовать. Все, пока-пока-пока.